Мы продолжаем наше ежевоутреннее размышление о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. Сначала парочка новостей из российского Зазеркалья. Так, для ориентации. Надо же за ними все-таки присматривать как-то. Итак, есть такой Андрей Луговой, который больше всего известен тем, что он отравил... ...отравил своего бывшего коллегу, который стал расследователем преступлений путинского режима. Если забить в поисковик слова Андрея Луговой, то чаще всего по ассоциации выскочит слова «чай с полониям». Так вот, он сегодня заместитель комиссии Государственной Думы по расследованию иностранного вмешательства. То есть, нашел свое место человек, депутат Госдумы. И вот он только что попросил Генеральную прокуратуру признать Совет Европы нежелательной организацией в России. Ну, в общем, это все логично, конечно. Мне очень понравилось обоснование. Я почитал эту пояснительную записку к этому предложению. И там, почему это нежелательная организация. Потому что Совет Европы возражал против вторжения в Грузию 8 августа 2008 года. Потому что Совет Европы осудил оккупацию Крыма, осудил вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Ну, вообще, Совет Европы вел себя кое-как. Ну, вот, значит, смысл признания Совета Европы нежелательной организацией в России для меня является загадочным. Потому что я не очень понимаю, каким образом Совет Европы находится в России как организации. Он находится, мне кажется, в другом месте. И уже давно произошли географические изменения благодаря деятельности Путина. Все-таки граница Европы очень сильно сместилась на Запад. Она сегодня проходит практически по линии фронта. Граница Европы долго гуляла со времен античности. Потом, вроде бы, как установилась по Уральскому хребту. Ну, а сейчас она уже сместилась довольно сильно на Запад. Так что, я думаю, что помимо, так сказать, вот такой глупости, это предложение признать Совет Европы нежелательной организацией в России, это предложение еще и абсурдно. Теперь еще одна новость от другого персонажа, от помощника президента России Мединского, который призвал сократить сроки школьного образования. Значит, он считает, что 10-11 лет это слишком много, надо резко сокращать обучение. И, кроме всего прочего, считает, что надо отказаться от 5-6-летнего обучения в вузах. И, в общем, действительно, я думаю, что Мединский, конечно, прав. Исходя из той концепции другой России, которую сейчас пытается построить Путин, зачем пушечному мясу? То есть, вот, ведь конструкция другой России заключается в том, что, по Путину, что мужчины это будущее, ну, в любом случае, пушечное мясо, женщины это родильные аппараты для производства пушечного мяса. Ну, и, во-первых, сразу возникает вопрос, а где здесь место образованию? Вузовскому, школьному? То есть, зачем учиться? Потому что человек, если он мужчина, он должен рождаться для того, чтобы приобрести навыки войны, пойти на фронт и там умереть. Ну, а женщина должна всячески готовить себя к тому, чтобы, значит, приступить к производству этого самого пушечного мяса. Чем больше, тем лучше. Ну, и возникает вопрос, зачем нужны знания вот таким, так сказать, формам существования белковых тел? Вот зачем? Так что, в этом смысле, концепция Мединского абсолютно укладывается в логику, в логику, так сказать, путинской страны, которую он пытается построить. Ну, просто это важно знать, я думаю, что тем людям, которые находятся в России, надо знать, что все выстраивается точно. Не знаю, будет ли принята концепция Мединского, но есть такое ощущение, что любой бред, который говорится вот такими людьми, как Луговой, как Мединский, он в дальнейшем воплощается в жизнь. Практикой проверено. Теперь перехожу к главной теме нашего разговора. Я ее обозначил о месте истины в политике. И связано это с очень актуальными высказываниями двух президентов. Президента Украины Владимира Зеленского и президента Чехии Петра Павела. Зеленский, ну, собственно говоря, сейчас наступают самые важные моменты его визита в Соединенные Штаты Америки. И вот во время визита в интервью американской компании ABC Владимир Зеленский сказал, что война между Россией и Украиной ближе к завершению, чем многие думают. План победы это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к завершению войны. Мы просто должны быть очень сильными. Ну, и помимо этого, он в этом же интервью сказал, что Владимир Путин боится операции ВСУ в Курской области. Цитата. Это правда. Он очень боится, потому что его люди увидели, что он не может защитить всю свою территорию. Ну, и добавил, что только с сильной позиции Украина может подтолкнуть Путина к прекращению войны. Сначала я хочу процитировать еще одно очень резонансное заявление чешского президента Петра Павела. И после этого мы проанализируем вообще всю ситуацию. Потому что мне кажется, это важно. Важно понимать вообще, какую роль, скажем так, истинность высказываний играет в политике. Мне представляется, что здесь есть место размышления. Не просто, так сказать, однозначные позиции, значит, да или нет. Итак, Петр Павел. Украина должна ставить перед собой реалистичные цели и смириться с тем, что часть ее территории останется под контролем России. Это он сообщил в интервью The New York Times. Значит, цитата. Наиболее вероятным исходом войны будет то, что часть территории Украины временно останется под российской оккупацией. Значит, при этом он сказал, что это временное состояние может продлиться много лет. Значит, более конкретно, значит, он сообщил, что ни Россия, ни Украина не могут рассчитывать на достижение максималистских целей. В случае Украины это возвращение всех территорий. В случае России формальный отказ Украины от территории, на которую претендует Москва. Ну, прежде чем перейти к таким собственным размышлениям, я просто хочу еще добавить то, что я постоянно заглядываю, как вы знаете, в результаты исследований, которые проводят четыре главных социологических центров Украины. И вот один из последних опросов показывает, это речь идет о Киевском международном институте социологии, показывает, что доля украинцев, которые готовы принять территориальные уступки, значительно выросла с прошлого года. На сегодняшний момент доля украинцев, которые готовы принять территориальные уступки, составляет 32%. В первый год войны это было в теопозоне 8-10%. Но большинство украинцев пока твердо стоят на позиции, что Украина должна обязательно закончить войну на границах 91-го года. Значит, еще одно замечание Петра Павела, которое, мне кажется, тоже важно учитывать при оценке его позиции, это то, что победа над Россией ценой уничтожения половины населения Украины, вряд ли может считаться победой. Теперь давайте попробуем подумать, поразмышлять над тем, как соотносится действительно истина, какое место занимает истина в политике. Значит, давайте исходить из очень простых вещей. Считаем ли мы, что президент Украины Зеленский действительно верит в то, что в ближайшее время, или там скоро, может наступить мир? Вы знаете, это, конечно, вопрос такой гадательный, но тем не менее, я все-таки, исходя из того, что мы знаем о президенте Украины, я думаю, что он так не считает. Я думаю, что это политическое заявление, которое является, ну, таким элементом, скажем, элементом давления. Значит, то же самое можно относить и к заявлению о том, что там Путин чего-то боится. Ну, реально, давайте исходить из реальности. Считаем ли мы, что в ближайшее время война может закончиться каким-то миром, какими-то переговорами и так далее? Ну, я не знаю, как вы, дорогие друзья, я так не считаю. Считаем ли мы, что Путин боится того, что происходит в Курской области? Нет, я так тоже не считаю. Я считаю, что, значит, ничего Путин не боится. Путину просто плевать на Курской области, плевать на то, что по этому поводу думают россияне. Возникает, давайте подвесим в воздухе вопрос. Означает ли это, что президент Зеленский говорит неправду, что он ошибается? Ну, или там, я не знаю, означает ли это, что президент Зеленский врет и вводит там в заблуждение, и что вообще он неправильно делает, да? Пока подвесим в воздухе этот вопрос. Теперь, значит, давайте перейдем к Петру Павелу. Петр Павел заявляет о том, что, значит, война закончится тем же, извините, что, значит, оккупированные территории останутся под властью России. И так будет долгие годы. Вот здесь я совершенно точно уверен, что Петр Павел точно говорит, что думает. Возможно ли такой, ошибается он или он говорит правду? Здесь я могу совершенно твердо сказать, что такой вариант исхода войны возможен. Является ли этот вариант исхода войны гарантирован? Я так не думаю. Понимаете, теперь мы переходим еще к одной очень важной вещи. И до того, как перейти уже к серьезным размышлениям на эту тему, я хочу еще привести цитату одного очень известного политика. это выступление перед Палатой общин Черчилля в мае 1940 года. Если не ошибаюсь, 13 мая, по-моему, знаменитая речь его в Палате общин, где он, так сказать, оппонируя тем, кто требовал немедленно вступить в переговоры с Гитлером, Гитлером, а такие были, в частности, многие политики Великобритании считали, что нужно вести политику умиротворения Гитлера. Черчилль сказал, что мы будем воевать. И будем воевать везде, на море, на суше, в воздухе. И сказал следующее. Я вам предлагаю только кровь, труд, слезы и пот. Знаменитая его фраза, которую, мне кажется, наизусть все уже знают. А теперь давайте подумаем вместе. Вот начну с заявления Петра Павла. Вот истина в политике. Является ли данное заявление истинным или ложным? Безусловно, Петр Павел так думает. В этом смысле можно твердо сказать, что Петр Павел говорит то, что думает. И в этом смысле он говорит правду. Является ли этот исход обязательным и гарантированным? Я думаю, что нет. Теперь дальше мы переходим к следующему шагу наших размышлений. Какое воздействие на кого и как оказывает это высказывание? То есть высказывание в политике и высказывание именно политиков о политической ситуации, безусловно, оказывают сами по себе воздействие на ситуацию. И склоняют в ту или иную сторону ход событий. В этом смысле можно сказать, что высказывания политиков могут оказаться самозбывающимися пророчествами. Если речь идет о конкретном, о дальнейшем ходе развития ситуации. Ну, что такое самозбывающееся пророчество? Я думаю, что мне ни в этой аудитории, ни в аудитории нашего канала надо объяснять. Классический пример самозбывающегося пророчества – это лучший способ разорить банк, публично заявить о том, что он разоряется. В этом случае вкладчики тут же побегут снимать свои вклады, и банк действительно разорится. То есть это классика жанра. Самозбывающееся пророчество. Сказали, что банк разорится, и он действительно разорится. Хотя до этого никаких признаков такого исхода событий могло и не быть. Значит, заявление о том, что в Украине исходом войны будет на долгие годы оставление оккупированных территорий за Россию, оно является в значительной степени фактором, воздействующим на ситуацию. То есть это означает, что на сегодняшний момент надо как можно скорее… То есть это сигнал, в том числе для западных политиков, что совершенно не надо давать Украине такого оружия, с помощью которого она могла бы победить. То есть задача заключается в том, чтобы как можно скорее перейти к миру, как можно скорее остановить, то есть фактически остановить эту войну. И возникает единственный вопрос. А Путин-то готов к этому? Совершенно очевидно, что попытка сейчас, исходя из вот этого прогноза Петра Павела, попытка сейчас, значит, как можно скорее остановить войну, она приводит к тому, что на самом деле мы увеличиваем вероятность вот этого события, и вероятность того, что значительная часть украинских территорий будет под властью Путина. Мало того, я думаю, что реальное воздействие вот этого искреннего, честного высказывания Петра Павела, она просто в реальности приведет к тому, что количество этих территорий, которые остаются под властью Путина, оно будет увеличиваться. То есть, понимаете, в чем принципиальная разница между политиком и, скажем, ученым, который исследует какие-то объекты. Ну, возьмем ученого, который, ну, например, исследует бабочек. И все, любые высказывания ученого в отношении бабочек не влияют на поведение бабочек. Это очевидно. Высказывания политика в отношении политической ситуации влияют на людей, и в этом смысле меняют картину. То есть, высказывания политика воздействуют на сам предмет высказывания. То есть, это то самое самосбывающееся пророчество, которое, так сказать, могут воздействовать на ситуацию. Я сейчас не являюсь ни адвокатом Зеленского, ни прокурором в отношении Петра Павлова, но, тем не менее, я полагаю, что задача Зеленского, когда он говорит то, во что я сам, я думаю, что он сам не верит, его задача заключается в том, чтобы каким-то образом воздействовать на западных, прежде всего, политиков, для того, чтобы, так сказать, они в большей степени постарались ускорить вот эту вот возможную победу Украины. Является ли это адекватным по отношению к западной политике? Вот это большой вопрос. В этом смысле, я еще раз говорю, я не считаю, что, я не убежден в том, что это, вот такие, вот такого рода высказывания Зеленского являются, так сказать, адекватным в данной ситуации, но я понимаю, понимаю логику этих высказываний. Что же касается заявления Петра Павла, то, несмотря на то, что Петр Павел, безусловно, является большим другом, сторонником Украины, я все-таки думаю, что подобного рода высказывания являются ошибкой. То есть, человек сказал правду. Петр Павел, это, безусловно, такой правдоруб, который с самого начала твердо стоял на позициях поддержки Украины, но вот это вот подобного рода высказывания, мне кажется, могут оказаться самозбывающимся пророчеством, причем ухудшающим ситуациям. То есть, если человек говорит, что все, значит, в конечном итоге итог войны, это на долгие годы сохранение российской оккупации, то это, так сказать, позиция, то есть, это прогноз, который приводит в значительной степени к деморализации граждан Украины, это прогноз, который приводит к деморализации сторонников Украины, потому что, ну чего бороться-то, надо закреплять сейчас это положение, не надо тогда разрешать Украине бить по глубине российской территории, не надо тогда, так сказать, создавать ситуацию, при которой Украина может бить по территории Крыма, то есть, не надо этого ничего, надо как можно быстрее сворачивать эту войну, при том, что Путин-то этого не хочет. Вот в чем проблема. Поэтому я думаю, что несмотря на это тот случай, когда высказывание Петра Павла, будучи честным, будучи вполне возможно соответствующим действительности, то есть, вероятность такого исхода войны очень-очень вероятна, очень-очень велика, извините, но при этом вот такое высказывание, в общем, наносит вред. То есть, это тот случай, когда, значит, убийственная правда наносит вред. Это тот случай, когда, если врач, например, говорит о том, что честно говорит пациенту, что вероятность смерти становится весьма высокой, он тем самым увеличивает эту вероятность смерти, потому что больной перестает бороться, опускает руки и в конечном итоге те шансы на продолжение жизни, которые у него изначально были, сводятся к нулю. То есть, высказывание влияет на само состояние объекта. Почему вот приведенное мною высказывание Черчилля не относится к самозбывающимся пророчествам? Потому что Черчилль в данном случае апеллировал и оппонировал тем людям, которые предлагали, так сказать, ну фактически сдаться. И его вот такая, он не прогнозировал исходы войны. Он не говорил о том, что мы, скорее всего, проиграем. Он не говорил о том, что Великобритания должна там уступить часть своей территории. Он говорил о трудностях. Он говорил как раз, поэтому его слова, они не являются самозбывающимися пророчествами. И в данном случае честность была вполне-вполне уместна. Ну вот, а что касается Петра Павела, я думаю, что это тот случай, когда честность и истина не вполне уместны. Политики вообще, на самом деле, безусловно, политик должен быть честным. Это безусловно. Политик не должен врать. Не должен врать, как это делает Путин, как это делают очень многие, ну практически сегодняшние действующие российские политики, врут постоянно. То есть, политик не должен говорить о том, что выдавать, значит, некое событие, которого не было, за событие, которое есть. Что делает постоянно Путин. То есть, прямое вранье недопустимо. Но, в данном случае я считаю, что политик не должен врать, но он не должен, не обязан, вернее, говорить всю правду. И политики довольно часто участвуют, как мне кажется, обоснованно в информационной войне. В частности, мы видели несколько примеров достаточно полезных участий украинских политиков в информационной войне. Когда действительно, ну как в войне, что надо, надо честно говорить, вы знаете, вот я вам открываю все планы, значит, куда мы будем наступать, в какой последовательности мы будем уничтожать, куда будут перемещаться наши вооруженные силы, то есть, просто открыть все карты. Ну, так не воюют. Так не воюют. И поэтому политик, безусловно, особенно в ситуации войны, безусловно, политик не должен врать, но он не должен говорить всей правды. Он не должен открывать все свои, раскрывать все свои карты врагу. Вот. Вообще, на самом деле, мне кажется, это важная история. То есть, ложь, прямая ложь, недопустима в политике, но и, что называется, вот такое вот, так сказать, правдорубство, когда раскрываются все карты и говорится о своих планах открыто, это тоже вещь, мне кажется, не очень допустима. Естественно, очень соблазнителен ответ на вопрос, должен ли политик всегда говорить правду. Очень соблазнительный ответ. Да, конечно, должен. И я понимаю исход нашего голосования. Я буквально за короткое время до начала эфира поставил на голосование вопрос, считаете ли вы, что политик должен всегда говорить правду. И давайте посмотрим на результаты, что показал вот этот вот экспресс-опрос. Значит, за 15 минут 621 человек проголосовали. И да, считаем 65%, нет, не считаю 24%, и затруднились ответить 11%. Я буквально накануне, вот за минуту до начала нашего эфира заглянул, и там уже за тысячу человек проголосовали примерно, ну, примерно в таком же соотношении. То есть, понятно, что слова «правда» и они являются, безусловно, привлекательными, но я здесь в этой ситуации оказываюсь в меньшинстве. Я не считаю, что политик должен всегда говорить правду. Это не значит, что политик должен лгать. Но, что называется, всей правды политик не должен говорить. Иначе это пробежь в войне. Ну, вот такое у меня расхождение с большинством нашей аудитории. То есть, ну, мне, что называется, не привыкать. Мне кажется, что все-таки мир несколько сложнее, чем... В науке да, в журналистике, пожалуй, что да. Но политика – это не наука, политика – это не журналистика. Политика – это другая профессия. И я думаю, что, ну, что называется, не то чтобы ложь во имя спасения, но именно высказывания политика, которые воздействуют на ситуацию, они находятся в более сложном отношении с этим водоразделом между ложью и истиной, чем это происходит в науке, в той же самой журналистике и так далее. Поэтому вот я и категорически отказался от участия в политике довольно давно. Довольно давно. То есть, еще будучи депутатом Государственной Думы, вот я для себя решил, что я политикой больше не занимаюсь. По инерции я продолжал заниматься, ну, просто у меня были обязательства. Я продолжал заниматься политикой, но я для себя принял решение. Выбор между политикой и журналистикой, где политикой и наукой, я продолжал заниматься социологией, выбор в пользу журналистики и социологии был именно потому, именно потому, что в политике ты зачастую должен кривить душой. Понимаете, вот политика и, так сказать, следование всегда правде, следование всегда велению своей совести, это зачастую вещи несовместимые. Я уже несколько раз говорил о том, почему это так. Понимаете, в политике для того, чтобы добиться результата, надо идти на компромиссы, надо, я приводил примеры, когда для того, чтобы протолкнуть тот или иной закон, который я считал важным, приходилось идти и договариваться с, не с утра, не к утреннему кофе будет помянуто, господину Жириновскому, приходилось сжать ему руку, потому что иначе закон не пройдет. Приходилось идти к Зюганову, сжать ему руку, потому что иначе закон не пройдет. Понимаете, то есть в данном случае, вот подобного рода вещи в политике неизбежны. Неизбежны. Поэтому, да, действительно, политика, оно не то, чтобы грязное дело, но в ней есть другие законы. И, что называется, вот мне очень нравится идея, Николаса Ломана, о неких кодах, которые являются пропуском в ту или иную сферу. И вот, входя, например, в сферу науки, ты включаешь, так сказать, вот этот вот, ну, что называется, дресс-код, под названием «Истина-ложь». Четко. Ты входишь в сферу науки, ты должен, так сказать, искать истину. В сфере политики дресс-код совершенно другой. Здесь должен быть результат. И как ты этого результата достигаешь, это уже вопрос. И тут нет вот этого четкого дресс-кода «Истина-ложь». Тут результат. Польза для избирателей. Польза для своей страны. Польза для той страны, которую ты взял. Вот в этом смысле мне представляется все-таки ответ на тот вопрос, который я задал в вопросе, не тот, как ответило большинство нашей аудитории. Ну что ж, думать вместе – это не значит думать одинаково. Еще одно подтверждение – это истина. Перехожу к ответам на ваши вопросы. «Электронщик». «Почему, по вашему мнению, украинские спецслужбы не устраивают тотальной охоты за всеми российскими летчиками, не используют все возможные способы для их уничтожения? Без летчика любой самолет становится бесполезной брудой металла». Уважаемый коллега, я не знаком с деятельностью украинских спецслужб. Я не знаю, является ли актуальной для украинских спецслужб уничтожение российских летчиков. Я не знаю до конца возможностей. Вполне возможно, что такого рода работа ведется. Я не знаю про это ничего. Поэтому, понимаете, опять-таки, если бы это было так легко уничтожить всех военных летчиков России, я думаю, что войны бы заканчивались вообще, если бы это было так просто. Но при всей достаточной эффективности украинских спецслужб, я думаю, что они не всемогущие. Поэтому, и я не думаю, что существуют в мире даже такие знаменитые спецслужбы, как израильские, они не в состоянии... Они уничтожают точечно каких-то иранских генералов, которые повинны в преступлениях. Мы видим сейчас, уничтожают, так сказать, верхушку Хизбаллы, верхушку ХАМАЗа. Но и они не могут уничтожить все ключевые фигуры. При этом они имеют дело с противником неизмеримо более слабым, чем Россия. Поэтому вопрос не в том, что украинские спецслужбы не ставят такой задачи, а реализуемость этой задачи. У меня есть очень сильное сомнение, что это реализуемо. Понимаете? Значит, Третий рейх не ставил задачу и не мог уничтожить всех советских летчиков. Советский Союз не ставил задачу на поле боя, да. А пытаться проводить такую тотальную спецоперацию в масштабе условий войны, я думаю, что это нереализуемая задача. Гарри Вин. Как, по вашему мнению, можно ли назвать отрицательным отбором в Украине то, что лучшие погибают на фронтах, а те, кто избегает мобилизации, выживают? И напротив, в России положительным отбором некоторая категория погибает, а та, что против войны, выживает. Вы знаете, я думаю, что такой, ну, в отношении Украины, то, что погибают лучшие, это действительно трагедия. Я бы не сказал, что это отрицательный отбор. Скорее, это трагедия. Действительно, во время войны, вот такой вот оборонительной, справедливой войны погибают лучшие. Это беда, это трагедия. Назвать это отрицательным отбором, мне кажется, это некоторая натяжка, потому что все-таки отрицательный отбор – это результат целенаправленной политики государства. Вот в России есть отрицательный отбор, когда наверх, когда кнопка социального лифта работает, ведущая наверх, работает от, так сказать, таких знаков, как подлость, лживость и предательство. Это, безусловно, так. Но вот назвать то, что происходит в Украине отрицательным отбором, ну, по факту можно согласиться. Есть ли здесь пространство для выбора? Думаю, что нет. Что же касается в России, то я не думаю, что положительным отбором является то, что погибают те, кто пошел на эту войну за деньги. Я думаю, что в целом это нельзя назвать положительным отбором, потому что, как бы, сейчас идет селекция как раз по, так сказать, пробиванию наверх. Все равно общая тенденция – это отбор худших во власти, отбор худших на вершины власти денег и славы. То есть, все равно работает отрицательный отбор в конечном итоге. Ну, а то, что погибает какое-то количество подонков, ну, это в данном случае все-таки баланс идет в сторону отрицательного отбора. Маха. Вопрос от Махи. Юлия Навальна в своей речи в Словении сказала, «И, наконец, мы найдем тех, кто говорит о деколонизации России». Звучит как угроза. Почему никто не акцентирует внимание именно на тоне угрозы, исходящих от нее тем, кто за деколонизацию России. Как можно больше, громче, чтобы слышнее говорить о том, что именно деколонизация поможет ослабить Россию. Куда обращаться, чтобы не вводить в заблуждение тем, что деколонизация России опасна. Об этом активно им втирают русские активисты. Вы знаете, я уже высказывался в отношении этой славянской речи Юлии Навальной. Я считаю, что эта речь, она, безусловно, крайне неконструктивная, ошибочная. Я считаю, что деколонизация России необходима. Я убежден, что это единственный правильный и, более того, неизбежный результат существования Российской империи. Что касается угроз, если мы посмотрим контент, то я думаю, что все-таки угроза там не была. Хотя так прозвучало. Но я не думаю, что Юлия Навальная ставила своей задачей угрожать тем, кто говорит о деколонизации России. Это был оборот. Мы найдем тех, мы найдем этих. То есть это не в том смысле, что мы будем искать и накажем, расстреляем. Нет. Этого подтекста там не было. Там был просто неудачный оборот. Это оборот примерно в таком смысле, что если мы посмотрим на общее пространство, тех, кто высказывается в отношении России, мы там можем найти этих, мы можем найти этих и так далее. Не в том смысле, что мы будем искать, чтобы там как-то наказать или наградить, а просто мы можем увидеть, скажем так. Поэтому угрозы, хотя так действительно прозвучало, но это просто неудачный оборот. Но в целом, я еще раз говорю, я считаю, что ее вот эта вот речь в Словении, она была ошибочной. И, как мне кажется, она закончила, для меня, например, закончила все разговоры о том, что Юлия Навальевна может стать каким-то лидером оппозиции. Нет, не может. И не стала по факту. Она сейчас является лицом или одним из лиц, которые представляют фонд борьбы с коррупцией. Точка. Но на роль лидера оппозиции явно человек не тянет. Роберт. Что вы думаете о Синтоне, одиозном гуру Синтона Николая Козлова и его книжках? Вы знаете, я... Да, это вот такие практикующие психологи. Их очень много. В частности, вот этот центр, центр психологической помощи, я не помню, как он полностью называется, Синтон и Николай Козлов, который является гуру этого центра. В целом, я не могу сказать, что у меня здесь сейчас будет с моей стороны какая-то, значит, вот такая зубодробительная критика. Здесь отношения, скажем так, у меня половинчатые. Я, ну, как человек, который помимо философского имеет еще психологическое образование, я, конечно, постоянно присматриваю за... Так, бросаю взгляд на вот эти многочисленные центры психологической помощи. Вот. Позиция и концепция Николая Козлова мне представляется, ну, пусть несколько поверхностной, но там есть полезные идеи. В частности, вот его такое своеобразное разделение людей с точки зрения морали, ну, такая практическая мораль, когда он делит людей на четыре группы. Это те, кто помогает себе за счет других, он их называет паразитами. Вторая категория – это те, кто помогает себе за свой собственный счет, это потребители. Третья категория – это те, кто помогает другим за чужой счет, это он почему-то их называет романтики, не знаю почему, но ладно. Ну, и последняя категория – высшая, так сказать, это те, кто помогает другим за свой счет, но он их называет творцами. Ну, полезное разделение, понимаете, как любая классификация, и, в общем, эта классификация имеет основания, она полезна. То есть, в целом, его идея совершенствования человека, вот, так сказать, и то, каким образом это происходит, ну, в принципе, она имеет право на существование. Это, знаете, как есть разные фитнес-центры, так сказать, и разные школы фитнеса, какие-то оздоровительные мероприятия, в принципе, они все в той или иной степени полезны, потому что заниматься своим здоровьем, в том числе и психологическим здоровьем, полезно. То есть, я бы сказал так, это такой, несколько поверхностный, но, в общем, ничего страшного в этом нет, вреда я в этом не вижу. За одним только исключением. Многие из этих психологических школ и психологическая школа Николая Козлова не являются исключением, они постепенно начинают вырождаться в секту. Ну, некоторые называют школу Козлова, и вот этот центр синтон, называют тоталитарной сектой. Я не знаю, я, естественно, не имел ни желания, ни возможности так глубоко погружаться в практику этого центра, но тенденция превращения подобного рода центров в тоталитарные секты, она есть. Когда человек просто начинает слепо верить в то, что говорит гуру, ну, и дальше начинаются негативные последствия. Вот, поэтому, ну, в целом, вот я, если смотреть просто сами тексты, я читал его книжки, в общем, они поверхностные, но вполне себе нормальные, понимаете? Ну, содержат такие более-менее, как мне кажется, еще раз говорю, поверхностные, но в целом вполне, может быть, даже полезные для людей, которые не имеют возможности читать книжки профессиональных психологов, на самом деле, настоящих ученых. Вот. Ну, в конечном итоге, они действительно, можно взять на вооружение некоторые советы и для себя создать такую картину мира, при которой ты будешь действительно стремиться к самосовершенствованию. Ну, без, что называется, без фанатизма желаем. Вадим Гордеев. А у вас сейчас работает монетизация? Была новость, что Google отключает российский аккаунт AdSense. А у вас в описании канала до сих пор строится страна Россия. Если вам закрыли монетизацию, есть смысл перегистрировать канал на другую страну, вроде это вполне возможно. Хотелось вам поддержать, раз уж и так пользуюсь VPN-ом. И если вам будет падать хоть какая-то копеечка, буду просматривать вставляемую YouTube рекламу. Уважаемый Вадим, я действительно не стал менять в описании страны России, потому что я являюсь гражданином России, но мой YouTube, он не является российским каналом. мой YouTube канал не является российским каналом. Я имею вид на жительство в Литве, и AdSense реагирует на это. Короче говоря, монетизация нашего с вами YouTube канала идет, и фактически она позволяет мне этот канал и поддерживать. То есть, на самом деле, и реклама идет, как вы видите, и она действительно приносит определенные доходы. Не только она, но она в том числе. Что касается советов, там смотреть рекламу, не смотреть, ну, я, как вы знаете, в общем-то, так сказать, стараюсь воздерживаться от каких-то просьб. Есть желание помогать? Помогайте. Я всегда благодарен, всегда благодарю спонсоров за поддержку. но отпрость такого рода я стараюсь воздерживаться. Так что, спасибо вам за поддержку, за намерение, но просить я не буду. Не потому, что там какие-то у меня комплексы, но просто я как-то не очень уверен, что это правильно. есть желание помогать, есть вот так называемая попрошайка, которая стоит в описании нашего с вами канала, и там, пожалуйста, вот есть там парочка банков, куда можно приводить деньги, есть там PayPal, есть, соответственно, Patreon, и так далее, вот, желание есть, пожалуйста, можно помогать. нет, я, в принципе, буду стараться, ну, канал не очень большой, прямо скажем, небольшой, расходы не очень большие, поэтому, в общем, держимся. Любовь Маркова, смотрели ли вы ответ Пашкортов Юлии Навальной по поводу деколонизации России? Очень хотелось бы знать ваше мнение об этом ответе, и, возможно, было бы очень хорошо, если бы вы могли пригласить себя на беседу автора этого ответа. Восхищает четкость его позиции и ясность аргументации. Конечно, смотрел, и, более того, значит, автор этого ответа был у нас на канале, и будет еще, так что, я стараюсь очень поддерживать все те организации, все те, так сказать, всех тех людей, которые работают на деколонизацию России. это участники национально-освободительного движения Башкортостана, Татарстана, Якутии и так далее. То есть, Чечни, естественно, других народов Северного Кавказа. Я поддерживал и буду поддерживать эти движения и буду обязательно приглашать этих людей. Единственная проблема заключается в том, что те люди, которые живут в России, деколонизация российская, России, является в России тяжелым уголовным преступлением. Ну, это к вопросу о высказывании Юлии Навальной. Здесь она очень сильно совпадает с Путиным. Не потому, что я сейчас пытаюсь как-то унизить эту женщину, которая недавно потеряла мужа, убитого Путиным, но просто к тому, что деколонизация в России является тяжелым уголовным преступлением. Поэтому это ограничивает те люди, которые за пределами России и сторонниками деколонизации, они желанные гости на нашем с вами канале. Леонид. Решение об исключении теории Дарвина из учебников России натолкнуло меня на один вопрос. Вы позиционируете себя как агностика. Тем интереснее узнать ваше мнение о теории Пьера Шардена. У него были свои идеи по поводу эволюции, причем не только физического тела, но и сознания. Он пытался найти точки сопростояния науки и религии. Такого рода теории хорошо влияют на расширение сознания. Что вы думаете? Уважаемый Леонид, вы знаете, вы просто своим вопросом пробудили у меня просто такую волну ностальгии. Дело в том, что знаменитая книжка это единственный труд Теяра де Шардена, который сделал его знаменитым. Это феномен человека. библиотека. И вот это первая книжка вот такого, ну как в Советском Союзе говорили, буржуазного философа, который я прочитал. Дело в том, что это было, ну вот извините за такое лирическое выступление, отступление, но это действительно было очень забавно, потому что я в 13 лет стал интересоваться философией, в библиотеке вот именно в 13 лет проглотил чуть ли не всего Гегеля, естественно это вызвало некоторое отравление организма, вот, но на канте тогда споткнулся, потому что он как-то оказался непроглатываемым в том возрасте, а Гегель как-то переварился, вот, и я стал искать всякие книжки, вот таких вот, то, что называется буржуазных философов, в этом смысле моим союзником была мама, она ходила на столешников переулок, и там толпились и клубковались чернокнижники, так называемые, которые из-под полы продавали всякие книжки, вот, я составлял ей список, который находил там по каким-то ссылкам в описании в журнале вопрос философии, именно вот в 13 лет я стал выписывать этот журнал, вот, и там находил какие-то ссылки в статьях на вот этих вот философов, и я, как сейчас помню, первое издание Таяра Дашардена, оно было в это время издано, но со сноской для научных библиотек, потом уже в 80-е годы он издавался уже, так сказать, для публичного просмотра, а тогда это было строго для научных библиотек, и вот за 25 рублей, это ну чуть ли не половина мамины зарплаты тогдашней, когда она работала искусствоведом, вот, значит, была куплена эта книжка «Феномен человека», я ее проглотил, естественно, вот, мне было очень интересно, да, действительно, это вот по сравнению с тем вульгарным марксизмом, которым нас пичкали долгие годы, это было что-то свеженькое, интересное, я там с интересом, ну, что-то настораживало, потому что, ну, все-таки, Теардо Шарден, он же иезуит, он теолог, вот, и потом, когда я пытался еще раз прочитать, конечно, ну, скажем так, в общем, понимаете, Шарден, он, конечно, он ученый, он палеонтолог, человек, который первым, он 20 лет работал в Китае, первым обнаружил, открыл, собственно говоря, для науки синантропа, и его роль как палеонтолога, она отдельно, да, а как религиозный мыслитель, ну, скажем так, идея пантеизма, идея телеологии, что все, то есть, он, конечно, так сказать, его теория эволюции, его теория происхождения жизни, происхождения человека, если говорить о том, как, какую роль она сыграла внутри религиозной католической философии, католической теологии, то, наверное, это более прогрессивно, чем такой дубовый теизм, который был на вооружении католической церкви долгие столетия, то есть, если рассматривать Теяра Шардена внутри религиозной философии, ну, наверное, да, наверное, он прогрессивен, потому что его идеи, они ближе к пантеизму, и так далее, нет, там более сложно, там идея того, что изначально значит все это создано творцом и заложено творцом вот это вот стремление к эволюции, стремление к тому, чтобы значит, от неорганической материи все двигалось в сторону жизни, в сторону органической материи, затем ноосфера, вот, идея ноосферы у него в чем-то созвучно свернацким, но она носит религиозный характер, то, что в конечном итоге, вот, сквозь, сквозь, эту вот, так сказать, материальную оболочку пробивается разум, именно потому, что изначально творцом был задан этот вектор, то есть, телеология, значит, объяснение того, что объяснение эволюции через стремление к конечной цели, но это, если брать именно, так сказать, классическую религиозную модель, это более прогрессивно, но для меня это довольно быстро стало неприемлемым, я считаю, что никакого научного подтверждения попытки соединить науку и религию, с одной стороны, если брать изнутри религиозное сознание, это может быть и полезно, то есть, это противостояние мракобесию, а если брать в целом, как бы, светское общество, то это вредно, потому, что это, мне кажется, попытка соединить несоединимое, любые попытки соединить науку и религию, для религиозного сознания это полезно, для внутрицерковной так сказать, обстановки это полезно, а для общества в целом, это вредно, вот, поэтому, такое ностальгическое отношение, извините за такое длинное отступление, но эмоции захлестывают, понимаете, вспоминается, вот это вот свое свое философское отрочество, вот, просто здесь доля какой-то иронии присутствует, самоирония присутствует, но это действительно, ну, вот первая книжка зарубежного мыслителя, которого я прочитал, Фарид Хафизов, как вы относитесь к Вовану и Лексусу, который якобы дозванивается до первых лиц или бывших Европы, ну, знаете, как бы, очень многие в нашей аудитории не любят, когда я использую бранные выражения, ну, два которые обслуживают власть, безусловно, их возможности дозвониться до первых лиц, это результат их сотрудничества с ФСБ, ну, два ГБшных провокатора, к пранку я отношусь в целом, ну, ну, скажем так, понимаете, когда пранк это шутки над друзьями или над знакомыми людьми, то, ну, здесь можно, можно пранк, розыгрыш, значит, вот эти вот кривляния, это можно воспринимать позитивно, но когда пранк используется в политических целях, чем занимается провокация, чем занимается Вован и Лексус, ну, два я могу сказать, как можно относиться к этому. Владимир Викторович задает вопрос, Дмитрий Гордон с полной уверенностью, причем не в первый раз, ссылаясь на некую инсайдерскую информацию, утверждает, что война в Украине закончится уже в этом году, по крайней мере, горячая фаза. Как вы думаете, можно ли этому верить? Вы знаете, вот какая может быть инсайдерская информация о том, что в этом году закончится война? Она от кого должна быть? Вот давайте исходить из простой вещи, что эту войну может закончить один человек, это Владимир Путин. Он может просто взять и отвезти свои войска на границе 91-го года. Может ли быть такая инсайдерская информация? Может ли, скажем так, если такая инсайдерская информация есть, может ли она быть истинной? Точно нет. Вот точно нет. Я абсолютно убежден, что Путин таким образом войну не закончит. Другим способом закончить войну тут возникает проблема в том, что эта война это результат взаимодействия нескольких политических войн. Она в реальности не может быть закончена в результате какого-то действия, которое стало известным Дмитрию Гордону. Поэтому я думаю, что здесь Дмитрий Гордон так сказать, ну как бы это высказывание, которое увеличивает просмотры. Я думаю, что каждый из журналистов может очень легко увеличить свою популярность из блогеров может очень легко увеличить свою популярность с помощью таких высказываний. Ну то есть, понимаете, я не буду здесь приводить длинный список подобного рода, но вот скажем, когда значит господин Соловей говорит о том, что Путин давно умер, находится в холодильнике, это сенсационное высказывание, которое сразу резко увеличивает просмотры, популярность и так далее. Ну вот Дмитрий Гордон идет таким же путем. Ему известно, что война закончится в этом году. Ну хорошо, да, интересно. Люди начинают смотреть, слушать, да, смотрите, как интересно. Вот, поэтому я считаю, что это утверждение сделано для продвижения его каналов. У него самый большой канал в Украине, он самый раскрученный, самый монетизированный, ну это не к вопросу о журналистике, это к вопросу о бизнесе. Поэтому у меня к этому отношение такое, это бизнес, а не журналистика. то, что это такое, Продолжение следует...